Мир, Владимир Тихонович, едва дождался Да, я тут со временем, пока добрался до дома, немножко не подгадал, не уложился Ну что ж, слушаю Ну что ж, мир вашему дому, батюшке, Володе, всех вижу Ну вот несколько вопросов, Владимир Тихонович, по слову Божию, то есть вот разъяснить хотелось бы как-то более, может быть, обстоятельно По всей вероятности в ваших книгах наверняка на все эти вопросы ответы даны Но, быть может, вот я еще не нашел, потому что периодически возникают вопросы Вот, я их так вот собрал, ну и вот хотел бы вопросить у вас Ну вот первый вопрос, это вопрос о учении Христова То есть во втором послании Иоанна, первая глава, стих 9, мы читаем «Всякий, приступающий к учению Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога» Вот что понимать под учением Христова? Потому что один из главных тезисов христианства гласит о том, что Христос в первую очередь Он не создал никакого учения, Он принес себя в жертву людям И это, понятно, первично и главное Опять же, Бог Иегова, Он вечно сущий И в Ветхом Завете это тот же самый Бог Либо все-таки под учением Христовым нужно понимать Те заповеди, именуемые Блаженством, которые Господь оставил всем христианам В своей Нагорной проповеди Либо под учением Христовым нужно понимать это Плюс еще то учение, которое было сформировано, собрано Церковью Дополненное Святыми Отцами и дошло до нас Вот это первый вопрос Ну, определенно говорить о том, что собирались Святые Отцы Мы не ручаться ни за чего не можем Никак Потому что находят разные манускрипты И они по-разному объясняют одно и то же событие Здесь берется только Евангелие И Господь говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди Никаких Святых Отцов еще не было Определенно и четко, если любите Главный признак – любовь А любовь в исполнении заповедей Вот она, 15 глава Сегодня священники исповедуют Я уже не раз говорил, я говорю, а как вы исповедуете? Ну, люди еще совесть мущают, говорят, они говорят А в чем совесть-то мущает, если он не знает? Он думает, нормально все И так проживет жизнь, он даже не понимает, что с ним было Как пишет Лев Толстой к крейсеру сонате Он никогда не поймет, что был подкаблучником Никогда не стал мужчиной даже Он не был главой жены За это будет отвечать? Учение Христово это Вначале сотворил Бог И далее поясняет Вот мы смотрим Главное, что Господь говорит Вот монахи главное Главное – это смирение Главное – проникновение в себя А гордыня – прелесть, гордыня – прелесть А то просто трафарет у них идет А Господь ни одного слова этого не говорит даже Прямо говорит Умеете сидеть? Сидите в Иерусалиме Ничего вообще не надо делать А что дальше? Сидите и ждите Обитованного Десять дней Вот это весь монастырский устав Был включен в десять дней Ничего не делать, только молиться и ждать И никто не знает, когда будет Наступил день Пятидесятеса И все было потрясено Он говорит Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие Всей твари И дальше об этом говорит Марк Об этом говорит Лука Все говорят об этом А этого сейчас вообще нету Это главное Благовестие Радостная весть Наполните мир радостью Плен кончился Спаситель пришел Он искупил вас Кровь его омыла От всякого греха У нету Грешен, грешен, много грешен Господи, помилуй Господи Помилуй Господи Вот оно что пришло-то А Господь Воззови ко мне Он не сказал Взывай ко мне Тысячу раз Воззови ко мне Один раз Я услышу тебя Ну Вот считает Псалом Ну Его везде считают В начале И во время богослужения А теперь Кто считает Ну бывает Чтесы специально Ну Знатока взять Скажи Ты этот Псалом Хорошо знаешь Знаешь А какой он по счету Псалом А что знаю Пятидесят Вот когда мы говорим О каких-то ступенях И говорим Человек должен остановиться На сотой ступеньке Но если на сотой То наверное Девяносто девятой еще есть И здесь Сорок девятый Псалом Я еще ни одного человека Не встретил Который знал бы Его наизусть А это Прелюдия к этому Мы пятьдесятый Псалом Не понимаем А там говорится О том Какие есть Сколько лжи В человеке Ненавидит брата Бог говорит Я молчал Не каждый день Революция Майдана устраивает И ты подумал Что я такой же Как ты Изобрещу тебя Видишь Прелюбодея Сходишься Видишь Коррупционера Идешь Протягиваешь руку Берешь Делишься Сейчас денег Говорит Не хватает А закройте Вот у меня Я говорю Какая пенсия Восемь тысяч Сто сорок один рубль Тридцать три копейки Здесь все Разворачивайся Как хочешь А ему больше Пятьсот тысяч Отрежьте это все Разделите международными Не будет Об этом молится церковь Нет Вот об этом Андрей Кураев Как ты сказал Собрались Там сидят мужики Там В шестом году А там Фонары там Разные У них говорит Никаких вопросов То и нету Решать нечего Церковь В двадцать первом веке Они все Теперь Долбятся Кто выше Кто ниже Кто на каком месте Сидеть будет За задницу Держатся Ну и кто мы такие Мы сейчас посмотрели Как в Чечне Справляется Память Какого-то шейха В свое время Он был царским правительством Там расстреляны Ну и рядом Там еще Тридцать кунаков Было Ну видимо Восстание было И как они Отмещают Это сейчас Сегодняшние дни Рамзан Ахматович Кадыров По районам Вот сколько районов И в каждом районе Как будто Копия Мужики А не мужики И они там И бегут Кругом Старики там Старые-старые И они в ладоши хлопают Молятся одинаково Нам не то что в районе В одной деревне Мы этого сделать не можем А как А что делать-то Батюшка Отпустим грехи Я пойду Попустим Над собой Это труда Никакого нет Один только разговор То есть вижу безумие Убивают человека А меня это не касается Главное смирение Какие заповеди А он говорит Нет больше той Любовь-то все-таки Измеряется величиной Нет больше той Вершины любви Когда душу свою положат Где не обязательно умереть Пожертвуй своим положением Хотя бы Ну ты видишь что безумие Ну встань Выскажи хотя бы один раз Как стал жениться Жить не по лжи Теперь эту платформу Уже нам не захватить Он ее занял Жить не по лжи Ты не веришь В коммунистические идеи Зачем идешь Тащишь плакат До первого мая Ну не веришь же Сидеть дома Тебе ничего не надо В Индии Свергли Английское владычество Ничего не делая Сидели спокойно Корабли пришли разгружать Никого нету Надо приезжать А что сидишь А мне ничего не надо А как будешь жить Да проживу как-нибудь Потащили одного А что притащили Но он сидит Руки-то у меня свободны Я не буду делать И все рухнуло Ничего не надо делать Надо молиться Ваша сила Сидеть спокойно Это тоже заповедь Господне И вот здесь Когда мы просчитали Первое Мы должны узнать Нагорная проповедь Это все включает в себя Но ее Сейчас будем рассуждать Вот начинает человек Католик ее объясняет Так Православный Так А протестант Все по-разному будет Одно и то же место писания Люди писания не знают Почему так легко уходят из православия Вот так там все понятно То есть ему понятно Как феофан затворник говорит Они Простые песнопения Они доходят А здесь стоит Он не знает Что поет Ты с хористами поговори Что пели Мы идем Однажды со священниками Я говорю А сколько лет вы священникам? Он говорит Он знает Суртан-муртан Он теперь вот Хлопает ладоши Он бегает Он готов жизнь положить Ему сейчас вот Свистни только И завтра вся страна Будет поднята на штыки А мы в деревне даже Дежурить Нито не можем договориться Где мы? Какие заходы? Все по-разному Объяснил Как разговаривал Что сказал не так То есть Вот это Ядовитое Все время подыскивание Я говорю Где это? То что Что касается Меня Он еще не делает Под это Матолог Они пытаются Загнать всех Это же делается В церкви И допустим Мы говорим Господь Любит тишину А то входит В ее заповедь Ну как не входит Он делом доказал Опрокинул Все это И сказал Вещи не проносите Ну в одном Хотя бы храме Сделайте это В одном Чтоб не было торговли А на что жить Десятина Они не могут Десятину сделать Не могут Ничего не могут А зачем делать-то Это мирская организация Это мирская организация Он не может Он всякую Он всякую ересь гонит Он не понимает Вот сейчас Они с Украиной С ума сошли Никто не запрещал Молиться Все нормально Нет Куда денежный поток Направили Теперь Варфоломей Переиграл С Порошенко Всех И разговоров Никаких нет И теперь Кому будут Принвижать Киево-Пещерские Другие лавры А может Они будут Ходить Вот храм И перечисляет Пятьдесят святых Мощи У которых взяты Как тогда говорил Андрей Куров Нанотехнология Ну Что-нибудь Покажите Евангельское Что Вот у меня мама Старобрядцев Исповедуется Она приехала Причастилась Сынок Я говорю А кто исповедовал Да отец Никола Никола А как он исповедовал Хорошо Я говорю А что он спросил Не ела жаравля Я говорю Ты поймай его сначала Не ела ли жаравля Это моя родная мать Я говорю Он тебя не спрашивает Грызла Нет шпала На разъезде И рукой Спутники не избивала Нет не избивала Ну все Подходи Причищайся А ты дальше Он бы сказал так Кому ты благовествовала О Христе Чье сердце Утонувшее В скорбях И бедах Кому ты подняла Кому ты проложила Путь ко Христу Священники Об этом Вообще не спрашивают А это главное Главный наказ Христос уходит И последний наказ Ждите Обитого На Духа Святого А дальше Идите по всему миру Его и надо спрашивать Главный наказ Значит Главный Спрос будет за это Но есть такие Статьи За которые расстрел Измена Родине У нас измена Христу Кто не любит Господа А любить как любите Соблюдайте заповеди А кто не любит Господа Анафема Это первая Анафема Она падает На православных Как любить Когда не знаешь К нему подходит К Христу И спрашивает Какая заповедь Наибольшая А как считаешь Ну допустим Сегодня подошел бы Не ученик Фарисея А православный Как считаешь Сразу вот Чего считаешь Ну заповеди мои Какие заповеди Ну Евангелие Какое Евангелие То есть Нас нельзя Ни с кем сравнивать Слепая Мертвая Вот как это Отходы готовят Продукты Валится там Мясо Требуха Все Вот это вот наше Христос пришел Не к погибающим А к погибшим Овцам Израиля К погибшим А чтоб направить Сердца сыновей К отцам Вот тут надо было время Три с половиной года Он их учил Вот теперь Какие заповеди Заповедь любви Наивысшая заповедь Но она такая Широкая А кого любить А вот мусульманина А что любить А что у нас общего Ян Затаут говорит Как так Что общего У нас земля одна общая Воздух один Солнце одно общее Но у нас желание Попасть в рай Общее Ты пошел Ты хоть одному Мусульманину просветил Рассказал о любви Божией Что их Иса Иисус Это не настоящий Настоящий умер Они говорят Он не умер А просто вознесен был Ты нашел хоть одного Татарина Ну ходи Тарасов Скажи кому-то Сколько сектантов Везде еретики Захватили Ты сказал им А теперь идите Проповедуйте Если ты ему не говорил А он погибнет Его кровь Я взыщу С тебя С тебя Господь говорит Я устал Миловать Ты меня отверг Я отвергну тебя Я устал Миловать Это надо услышать Хотя бы раз Люди не знают этого У нас как-то приехал Инин Епископ И говорит А где это написано Увидал А там солнце Выгорело Заинтересовался А до этого Епископ был Даже И нужды никакой Нету Я устал Миловать Да разве Бог устает Я устал Миловать Написано Почему А Господи помилуй Господи помилуй Только на помилование Но если ты Одной рукой строишь А другой разламываешь Что построишь-то И так мы возьмемся По всем пунктам Вот сегодня нужно Прямо дать Инструкцию Чтобы священники Исповедуя Спрашивали это Сегодня так легко Благовествовать Евангелие эти Которые по благословению Патриарха Кирилла Везут и везут Тоннами Уже не один миллион Распространили Вообще некоторые В глаза его не видели Ну видели Как мы на новогодние Ёлки ходили там Кому-то отдали Кто-то послушает А мы на другой день Пошли Я там 20 Евангелий Раздал Но из 20 Которые Взяли Может один откроет И уже все Оправдано А ведь этого нет Он на исповеди Не спрашивает А ты Евангелие давал Какие Евангелия Он даже не знает Уже весь мир знает Что в России делается А какие запады Несите благую весть А у меня таланта Такого нет Это говорит Протоиерей Я говорю А почему ты Вот едешь и молчишь Не проповедуешь-то Вот собираются По мощам По монастырям Едут Рядом По пищи открытой Иди Иначе умрешь Тебе Тебе не надо Будут монастыри Тебя Бог спросит Живущего рядом Почему не рассказал Наполни сердца людей Радостью Благой вестью Обратиться Не обратиться От нас не зависит Благодать Какая призывающая Благодать обращающая Вот она У нас должна Заколебаться А свящающая Тут священник подойдет Покрестит Где ни одного Таланта не надо А вот теперь Подумай Как сказать Наши поехали Ну и В Греции Подошла к священнику Она на исповеди И батюшка А я десятину принесла Какую десятину Он не может понять Так батюшка Не надо мне А почему Он внутренне знает Если десятину берешь То никакой торговли Не может быть Кто торгует Тому копейки нельзя давать Он живет От Меркурия Это Бог торговли В Греции был С крылышками на ногах Вот он и Вещет у нас По залу Церковному И если мы это знаем И молчим Какой ответ Я говорю Ты веришь Деяния апостолов Ну да Ну а почему Ты не проповедуешь Как апостол А я не апостол Значит Ты не апостол Давай запишем Не апостол Но ты кто Да не кто я Я обыкновенный Там учител Или там пастух А теперь смотри Наступило гонение Восьмая глава Деяния апостолов И Златоуст говорит Остались Самые сильные В Иерусалиме Апостол А остальные Женщины Ребятишки Все были рассеяны Костер разбросали Но везде Вспыхало пламя Почему Четвертый стих А рассеявшиеся Не прятались Но ходили И благовествовали Ходили и благовествовали Вот после революции Революции Было ли это Чтобы ходили И благовествовали Ну давайте посмотрим А на себя Во свете Библии Там и никакие А если я говорю Ты еще как баптист Библии носишься Да ты бы по-другому Он учит Сам ни разу не ходил У меня Это учит А он никогда не ходил И не пойдет Он мешаться только будет Пока ты не сделаешь Первый шаг Отверзи себя Растопщи себя И не приготовишься Страдать Когда тебя в бить будут Возьми крест За Христом нельзя идти Третий пункт И следуйте за мною Отвергнись Возьми крест Это заповедь Это вот и заповедь А заповедь Это даже неизвестно людям Священник бы И начал так А как отвергнуться А чего отвергнуться Самого себя Ну ты что-то не знаешь А самого себя знаешь Ну я не знаю Ну как не знаешь Я Пытался пробиться В архивы В краевой библиотеке Где там у них Разные диски Речи записанные В архивный отдел Ну и так Дарил Дарил Что-то и меня туда запустили Ну со мной разговаривали Сегодня девчонка Так лет 15 Я говорю Без Бога ничего нельзя сделать Этот человек Это побойка Он матерится По матери Она говорит А у меня Георгий не матерится Как? Ну я 16 лет Уже живем вместе Я матерка Ни разу не слышал Он только не слышал Но не то что он не матерится Он матерится На следующий день Прихожу Она стоит И говорит Вот познакомьтесь Вот человек на меня Говорит Он говорит Что вы материтесь Да что же я буду материться Это он говорит Я говорю Вы не материтесь? Нет А дачу строите? Ну строил Ну и промазал Мотал молотком Не по гвоздю По пальцу Что будешь? Да было Я заматерился сразу Мужики рассказывают Похадные анекдоты Ты смеялся Смеялся Сам рассказывал Он так Гоша От него Гоша Я говорю Я с ним 15 минут еще не стоял И вся исповедь уже Началась Понимаете? Почему? Слово живое И действенное Да разделение Души и духа Составов И мозгов И судит Помышление Намерение сердечное А священник Выходит И Я как-то Александру Мению Беседовали Я говорю Дали бы нашим Священникам Беседа Порадил Да как Он говорит Хорошо Что не дают Такого Петуха Дадут Говорит Не выправишь Еще давать Когда он не знает Учат А учат Как лавировать Как оправдывать Любой грех Вот Осипов Я смотрю на него Ну масон Он даже не стыдится Вот 83 года И все Скоблится Скоблится Без галстука Не появится Это масонская удавка И люди сидят Рты раскрыли А ему там Без платков Там в брюках Ему на это Никакого роли Не играет Павлу играет Павел Голова не покрытая Постыжает голову А у него не играет И сидят все Без платков Надеть Так чтобы Волосинки Не было видно Один раз Поставь задачу Один раз За все 83 года Не получится Они понимают Что он шут гороховый Они слово Его не будут слушать Аня слушает В ладоши хлопает Радуется Потому что Он никого не трогает Он просто Щешет уши По-славянски Есть Говорит Что ли Стили слух А там Щешем Слухом Это не просто Выражение Так вот В заповеди Господни Нам нужно Включить Растолкование Любви Любовь к ближнему Чтобы он Не попал В ад Я по-простому Говорю Чтобы Попал в рай Идите И проповедуйте Кто будет веровать И креститься Кто-то Но кто-то Не будет Спасен будет А кто не будет веровать Осужденный Не сказал Не будет веровать И креститься Не будет веровать Значит крещения нет А сейчас без веры Без всего Деньги бы были Подал Вера вообще Никакой роли не играет Перекреститься не могут Священник мажет Кофточку Ребенок держит Он даже не глядит Я говорю Что ты делаешь Борис Бузмаков Вот такая Брат История Такой ответ Если внутри Огня нет Все пустое Выпроси у Бога Этот огонь Кто бы не был Дело для тебя Обязательно есть В интернете Вот такое-то Говорит Посмотри Как подойти Скажи Помолись Чтобы это слово Было А теперь скажи Если ты живой Сколько раз Тебе на дню Во время суток Просят Родные Близкие Друзья По интернету Помолиться Помолиться И ты увидишь Что я востребован Или нет Вот Об этом Надо думать А это говорит о жизни А жизнь Она чувствуется На расстоянии Вот так Спаси Христос То, что я хотел бы Не хотел От меня уже Это не зависит Это уже тем Взят Это уже Огонь разлитый В костях Я хотел Молчать Я усиливался Но внутри В костях Моих Как разлитый огонь Я не мог Удержаться Пророк Иеремия Говорит Не мог И направляет К пути древнему Расспросите Где путь древний По нему идите Точки Но они сказали Не пойдем Это паства Ни один Ни два человека Все абсолютно знают Что бы ни сказал Батюшка Спаси Христос Батюшка Спаси Господи Вот Подойдешь Когда к церкви Посмотри С праздником Среди недели А какой праздник И никакого нет праздника Я говорю по живому Покров празднует А события не знают Где-то там сарацины Почему покров не перевести Крушение Сталинграда Что кончилось Павлис начал сдаваться Ну почему его не перевести на это Когда касается Родины Так же молились Богу Или Деблокирован был уже Ленинград Или Курская битва Ну обратите Какие события После этого Там юродивый Стоял Да ученик его И все Греки вообще его не признают А здесь каждый год Отмечают Ну церковь Почему спит Вот занимался Много архивами За рубежом Там газеты Все там Российские Александр Солженицын И нашел Говорит У церкви Только два момента было Покушение на императора Не удалось Благодарственно молебен Убили За упокойное Все Ну а почему вы к этим-то не пошли Которые убивают Почему не говорили им Почему не обращали Так они не слушают А ты был у них Так они могут застрелить А вон как А апостолы не знали Что могут распять Мы-то никакие Испытаемся кого-то учить Да нас кто будет слушать-то Когда мы нарочно Сонные и мертвые А как ты узнавал Человека такого Не знаю Вдруг сердце Не беспокоилось Знаю человека Подозрение какое Я другого спрашиваю А ты не замечал такое Нет Я опять на молитву Ушел и молюсь Два дня прошло Нет Сердце не успокаивается Что-то не так И вдруг открывается Это чужой человек Маску надел только А как ты мог узнать Я не знаю это Я вообще ничего не знаю Я внутри себя чувствую Что что-то неладно Сердцебиение не так идет Считай место Сейчас только Начал молиться Уже звонок опять Вы будете молиться Помяните меня Вот сегодня я даже Не могу сосчитать Сколько звонков было Звонков Из дальних сторон Из-за рубежа Помолитесь У меня такая вот Там беда Или что-то Вот Как будет дело Я не знаю Так и я не знаю Как Бог делает Так ты прими И только не спорь Я взываю Сказал один раз И отошел Бог сказал Возови-ка меня Я услышу тебя Стою у двери И стучу Кто услышит И отворит Войду к нему Буду вещерять с ним Хоть раз открыл Вещерял с тобой Господь А это обещание Откровение 3.20 Оно для всех А я с Господом Провел время Вот об этом-то Андрей Куряев и говорит Собираются старики Ну почему хотя бы Один раз Чтобы кроме поваров Которые вам Разливают кофе-то Ну вы же избранные Митрополиты Воззовите Господи Ответь там хоть раз Что мы делаем Он об этом говорит Это понятно Да Делает он сам Я не знаю Ну смысл понятен Связи живой С Богом нету Это крик Вот это заповедь Воззови ко мне Я услышу тебя И Господь говорит Иго моё благо Бремя моё лёгко Не станите Больной Парализованный Благодари Бога Это иго моё Я облегчу страдания Это всё заповеди его Заповеди Люби себя как Путём отвержения И Павел перечисляет Подражайте мне Как я Христу В бдении В молитвах В опасностях В гонениях От лжебратьев Гонения там перечисляют От иудеев Я спрашиваю Тебя когда гнали? А за что гнать-то? Вот это и оно Ты свой Не любите мира Не того, что в мире А вот это бритьё Кто любит мир Кто нет любви очень Нету главного Любви нету Бог тебя сотворил так А ты скомнишься Почему ни один из его Слушателей не встал И не сказал Алексей Ильич Ой, не оттуда Не позорься Через полгода Вынешь первый раз Пока борода В нет растёт Как слуги Давида было Это хуже изнасилования И это не могут сделать Самое простое Ничего не делать Бриту выбрось Руки сложи Она уже растёт И этого не может сделать Почему? Он мирской человек И поэтому Кала бродит Что может? Деньги получает Вот ответ один Слушаю Стаси Христос Илья Тихонович Аминь Вот такой ещё Илья Тихонович Вопрос По книге Сераха 44-15 Где сказано Что Енох Это образ покаяния Во все роды То есть Вот если читаешь То есть За это он и был Взят живым Господом на небо То есть С одной стороны Для нас Образ покаяния Ну так вот Он сложился В православии Такой достаточно Понятный Образ покаяния Это кто? Это благоразумный Разбойник Ну а более Образ покаяния Он у нас Такой вот Ну имеет Ярко выраженный Такой монашеский Характер Ну например Мария Египетская Которая ушла Там ну и вообще Монашеский Да подвиг Это затворился Ушел Молился Вот собственно Образ покаяния То есть Плач Плач о своих грехах А вот здесь В Библии Мы видим Что это образ покаяния Во все роды Еноха То есть Вот ничего подобного Мы не видим Вот с тем Образом покаяния Который нам Представляется Таковы Почему Енох Назван В священном писании Образом покаяния Так покажи Какой стих Называешь Сирахов 44-15 Если не ошибаюсь 44, да? Да 15 Подожди Подожди Мне надо взять Не 44 А 43 Наверное Ты посмотри У тебя там Правильно? Нет? Сейчас Сейчас 45, да? Да Так Сейчас Ковзок И был взят на небо Образом Образом покаяния Для всех родов Да, да, да Вот это, да? Да Тут, видишь В интернетной версии На одну главу Больше надо брать Ну и вопрос В чем? Ну почему Именно Енох Назван Образом покаяния Как он покаялся То есть В каком плане Мы должны Брать с него Пример Если он назван Вот таким Образцом покаяния Вот мы же Об этом не знаем Я вот прочитал Я очень удивился Потому что Ну благоразумный Разбойник Тамария египетская Ну это все понятно А Енох Вот в чем Вот этот образ Просто покаяние Проявлен Ну ладно Володя Подними-ка аппарат Мне надо зарядить У меня тут Не просто так Вот тут Городушка такая Ничего не делай Так Сейчас я Заряжу слово Енох Как он ходил Пред Господом И не стало его Так, подожди-ка Енох У вас не нажато Вот так Это уж Я не смотрю А там еще и нету Вот Так написано Енох Нет? Так Еноха Дальше Енох родился Так Жил 65 лет И родил Мафусаила И 5.22 Бытие И ходил Енох Пред Богом Угу Так Все дни Еноха Было 365 дней Ходил Енох Пред Богом И не стало его Потому что Бог взял его Все Больше мы ничего Не можем сказать Да Он ходил Перед Богом Вот это означает Все время Понимать Что перед лицом Божьим И Бог все видит И все знает И за все воздаст Он ходил Перед Богом То есть Ходил непорочно Ходил в страхе Божьем По другому Ничего Если мы не можем сказать Образ покаяния В этом состоял А у нас Как покаяние Вот берем Человека Который сделал Два смертных греха Отнял жену И мужа убил И он молится Когда пришел Притчу-то Рассказал ему На фаре Он говорит Это ты Все Я согрешил Он говорит Ты Бог простил Тебя Еще больше нету А Мария Египет Надо было 45 лет А у этого даже 45 минут не было 47 Добавим Вот и весь сказ То есть Бог смотрит на сердце Сколько надо Времени для покаяния Это ставят Иные говорят так Как Златоуз говорит Считаю Три дня вполне достаточно Меня спрашивает Как думаете Сколько времени Надо Человеку дать заключение Чтобы он понял Что И раскаялся Я думаю Сутки одни достаточно Только Чтобы он не знал Что это сутки А чтобы он думал Что бесконечно Вот с этой позиции У него все Там дома осталось Неокончено Ребятишки Чтобы он это видел Вот этот ответ Ходить перед Богом Больше ничего нету Про Иноха Мы ничего больше не знаем Он взятый Исчез Но Древние люди Это понимали Еще считаем Угодил Господу Значит Ходил перед Господом Здесь говорит Угодил Господу И был взят на небо Образ покаяния Для всех родов В этом покаяние Отвергся самого себя И осталось только Духовное Божественное Больше мы ничего не знаем Придумать не будем Как Исаак Ньютон говорит Гипотез не сочиняю Спасибо Христос Инотих Слава Господу Тут не надо ничего добавлять Писание говорит А остальное будет выдумкой Все понятно Дальше Понятно Так Вот еще вопрос О благословении И проклятии Семьи Израиля Да Вот Неоднократно говорится Что Семя Израиля Благословено Во все роды Вот И Ни в коей мере Нельзя проклинать Семя Израиля Вот Это действительно Народ благословенный И Это так Аминь Вот А как Вот Тогда Соотнести Это вот С местом С третьей главой Послание апостола Павла Галатом Это третья глава И вот здесь Говорится В десятом стихе Утверждающийся На делах закона Находится под клятвуем Ибо написано Проклят всяк Кто не исполняет Постоянно всего Что написано В книге закона То есть Это собственно Вот вопрос О Современном Иудаизме То есть получается Так как нет Например Жертвенника Нет храма Нет возможности У современных Иудеев Исполнять Сего закона Соответственно Они под проклятием Или все таки Семя Израиля Благословлено Вот как это Вот совместить И как понять Теперь Когда говорится Не проклянай Касается меня Касается тебя А он сам лезет Под проклятие Это его никто Не проклинает Он Христа Распяли Распни его Распни И никто не заставлял Вы кричите Распните И вам сделает Хорошо Свободу Римда С этого не было И вот теперь Мы должны посмотреть То есть Обетование Данное Богом Остается в силе И остаток спасется Сегодняшние Которые Они под проклятием А остаток спасется И Бог остался Говорит Все понятно Они принимают А они подклятывают Законы Но будет время Когда сердца Детей Обратятся к отцам Как было Пророку Ильи Сказано Тут даже Больше Мы прибавить Еще не можем А как От они обратятся Не знаю Остаток спасется И Слово Божие Осталось верно Если Израиль Не верен Но Бог Верен В обетовании Своем Вот читаем Это Восемьдесят Восьмой Псалом Если Такой-то Такой-то И вы Согрешитесь Совратитесь Господь Говорит Я накажу Вас Но Милости Моей Не отниму Понятно Любовь Его осталась К нему Это Во всем Видно А у них Только одно Как обмануть Сегодня я слушаю Один Историк Говорит Гнусавый Вот как я После Простуды Говорить Не может Он уже Сидит там И они Его протолкнули Перед всем народом Он сидит Да и внешне Это такой же Все эти позднора Это идут Это все из одного Из одного места Идут И он Никогда не приведет Тебя к познанию Истины А я за него Должен молиться Почему? Это Богоизбранное Семя А это Заблудившееся Чадо Этого Благословенного Семени И Гарантии Никакой Не давал нам Что говори Не говори Все бесполезно Не знаю Ко мне Евреи привезли сюда Он стал священником Я этого не ждал Не думал Я вообще в это время Не думал А просто говорил О Христе О любви к Нему Ну Одну Шли дорога Я его облечил Еще в одном месте За взгляды Нескромные Это его сильно До того тронуло А другой бы сказал Да я тебе Плевал на тебя Буду слушать А ты сам знаешь Как он заходит Отец мой Отец мой Это Бог дает И благодарность Наполняет И дети Такие же От Бога От Бога А у меня Сколько нынче Пришло Людей из Иерусалима Там прям Семейством Вот заходит Евгения Тарапко Замещательные люди Анастасия Они приняли Христа Она сама Пишет стихи Божественные стихи И сама поет И сама играет Зайдешь Когда У нас Вчера она Выставила Какой-то ролик Она просто берет Текст писания И поет его Не стихотворение А места писания Да мало того Еще оформит его Как Ну талантливая Понятно Благодарю Да Только что В прошлом году Она кажется Университет закончила Что-то дальше учится Какие-то там И брат ее тоже учится И видно Что они богатые Везде она едет И везде там Говорит И все скромно Так Мне раз Один пришлось С одной еврейкой Разговаривать Но она мне понравилась Я не буду скрывать Она Всем хороша И рассуждением И верой Как пришла И влиянием на людей Ну и я подумал Познакомить ее С одним знакомым А она мне Сразу ответила Я этого человека знаю И молюсь о нем Но я дала Я дала слово Я встретил Я встретил В еврейском народе Такую девушку На сегодняшний день Так что тут Никакого противоречия Нету Одно дело Касается Общего положения Другое Евреев Которые во времена Христа были Притом не все Такие И сейчас не все Такие Которые Отвергают Христа Все понятно Спасибо Христос Слава Иисусу Аминь Еще один вопрос Игнат Тихонович Вы неоднократно Давали мне лично Этот совет Что держи себя Строже Строже И вот как-то Вот Евангелие Тут читал И как-то так Вот Как часто бывает Вроде читаешь Много раз И как-то Это не открывается А иной раз Вот как-то прочел И вот как-то Слово Открывается Кажется Что вроде никогда Я не слышал Не читал Это вот В первом Вернее Во втором послании Петра В первой главе Первая глава Первый Десятый стих Вот здесь Такие слова Спасибо братья Более и более Старайтесь делать Твердым Ваше звание И избрание Так поступая Никогда не притнетесь То есть Вот я обратил внимание На следующее Что более и более Старайтесь Делать твердым Ваше звание И избрание То есть Вот по моему Ну Скромному Малому Личному Опыту Я замечаю Да и за собой И за окружающим Что очень часто Когда человек Ну В православии Очень часто Да и в общем-то У Сектантов Такой бывает Человек обратился К Богу И Ну это в православии Называется Такое Огромный мир Вот на этих А просто А просто Да у него Эйфория Сразу же С первого дня Все что у тебя Касается Эйфории Утишь У святых Говорят так Он говорит Живем лезет на небо Ты увидишь Стащи его За ноги Он не знает Напиши Напиши в Синод Законным путем Убивать его не надо Отравлять не надо Поскорби Надим А ты знаешь Что такое У тебя Допустим Образно сказать На Олимпийские игры Избрали Ты каждый день Тренировался Все И всех Оказался лучше Но С лучшими Ты еще не встречался Павел говорит Бегите в Ресталище Бегут многие А получают награду Один И поэтому Более твердым Делай твое звание Да мне дали Мне дали Первое место А я знаю еще Что я слишком Мало работаю Вот Поехали Советские В Норвегии Было Зимняя Олимпиада Вернулись Пшик Ни одной медали нет А почему Ну Комитет Партий Следил за этим Да почему Погода была Нехорошая Он говорит Прямо Такой Неровный Был лед Уже там Какие-то Ну проще так А как же Этот Говорит Пять Олимпийских Медалей Золотых Взял Советский Остег Да Кого вы Называете Нурсэм А ему Разницы нет Говорит Хоть по Наждачной Бумаге Бежать Ушли Мы пришли Он катался Мы ушли Он все еще Катается Кто первым На Луну Ступил Американцы Как звать Величать Армстронг Армстронг А что такое Армстронг Означает Сильная рука Сильная рука Да Сильная рука Никто Никто не знает Уходил ли он С тренажера Добой Или нет Он отрабатывал Движения Эти Может быть Тысячу раз И когда стал Модуль Садиться И оказалось Что с земли Не рассмотрели Там валуны И он дальше Механически А у него У него только Горющее было Ровно на 7 секунд Он успел Сделать движение Около 90 Повернуть Наклонить Остановить Затормозить И медленно опустить То есть Он сделал то Что ни один Человек на земле Не сделал По целой Америке Пронеслись Инфаркты Шесть человек Что ли Умерло От разрыва сердца Глядя на него Как доплывает И вдруг он остановил А горющее Там больше Только взлететь Что значит Эта работа Вот так А потом Этот самый Вестибулярный аппарат Повредил Собственной ванне И на луне Так вот Твердым Своё звание Надо делать Быть осторожным И делать А не так Я уже достиг Вот мне уже Там 40-50 лет Да я уже всё сделал И Можем маленько отдохнуть Как говорят Пей, душа, ешь Веселись На многие годы Это и в духовном плане А в духовном Ты каждый день Будешь видеть Свои недостатки Ещё больше Я вот это мог бы сделать А здесь Мне часто подходит Иногда мысль Встал ночью Помолиться А на улице Здесь холодно Там Одеваться надо Да я под одеялом Помолюсь А сам себя Что ты делаешь А кто-то Реку переходит Где-то Там военные В ледяной воде Они Сразу соскакиваешь Я сейчас пролежу Ах, бог Вот он очень Берёт другого Вместо меня Поэтому что бы ни делал Вот оно оружие Не меньше Семи раз в день Три святой И сто поклонов Один раз Сегодня меня спрашивают Из Америки Один Я тут же Перевозчик Яндекса Запустил Перевёл И всё скинул Как есть На русский язык Буквы все заменил Там Значит Техника Не переведёт Там Сы И проще Ижи Иси Ну вот Я могу сказать Только то Что сам испытал Серафимова Правила Я не принимаю Я показываю Как Как своими словами Как самое главное Как молиться За духовный мир За Мирских людей За пьяниц отдельно Который У меня всё по ранжиру Идёт Там Отдельно За друзей Отдельно за врагов Отдельно По интернету Кто помогает То есть Распределённо Вот так вот И каждый день Приходится Смотреть В какую графу Поставить Человек выздоровел Значит Я понимаю Что он делает Кто-то помогает Вот нынче Мне за лето Господь дал Семь человек новых Которые помогают В интернете Я ежедневно Выставляю Десять роликов Ты понимаешь Что это такое И такие ролики Которые никто Не выставит Во всей Вселенной И притом Люди этих Я их не знал Я их совершенно Не знал Два Андрея Два Сергея Новые Новые совершенно Люди И очень хорошо Все знают Я сказал Мне нужно такое Насчитанное Мною Жития Златоуста Библию Добротолюбие Григория Дещенко Все сделать файлами Файлами Чтобы Из аудио В видео перевести И как И вдруг Человек Находится Один Говорит А я уже Что сделал Я вам говорил А вы не обратили Внимание Я говорю Разве говорил Он говорит Да говорил Давай по новой И по новой В начале Я сейчас выставляю И выставляю По одному Житию По одному Златоусту Ну а дальше Что Вот опять Сегодня Видишь Пришел ты Два раза Тут со Златоустом Выходили В церкви Считали И каждый день Более твердым Делай твое Здание Укрепись на этом Меня подпирают Со всех сторон Я сегодня стоял И смотрел И думал Вот Как это будет Завтра я выступлю Скажу Одного человека Тут привели Молодой человек Я во второй раз Вижу он пришел Ну Мне позвонили Можно нет Привезти Я говорю Ты знаешь Что требуется По форме одетый Проверь Не курит Нет не курит Молодой Юноша Я говорю Женов Был на Рождество И пришел Сегодня Галя звонила Спрашивал Благословения Можно и прийти Да Я завтра Под уровнем Дам объяснение То Человек Должен быть Оповещен Меня не будет Он должен знать У нас На крестовозреженскую Общину Принято было Сразу Никого К тебе не звать Понимаете Это мы На разрушение Это Должен человек Знать И попроситься А почему Потому что Мы можем Карикатура На христиан Куда звать То То есть Я беру По самой нижней Планке И вот Ко мне приходят Я завтра Буду говорить Повторить Один из Мы в центральном районе Живем здесь Один работник Центрального района Из администрации районной Хороший Бороду Отпустил Ну Ходит Все А его Повестили А один из Краевой администрации И тоже уже С бородой И друг на друга Даже похоже Ну хорошие Мягкие Не курят И все Я сказал Смотрите Вот вы попросились Один раз На другой раз Еще раз попроситесь Второй раз Я уже на вас возложу Иго А какое Вы должны Приходить Каждое воскресенье Желательно в субботу Но воскресенье Но воскресенье Можете ходить Не к нам Вот тебя не было Воскресенье А потом ты пришел Ну не через пять Воскресенья Самое большее Два пропустить Пришел Я спрашиваю Где ты был в прошлом Да Я с женой ходил Баптистом Все Больше вопросов нет А тот говорит А у меня там Племянник Стал ходить К мусульманам Так я сходил В мечеть Все 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 То есть Я никуда не принуждаю Я хочу Чтоб ты был занят Чтобы звание Твое делалось Твердым Как христианина А они Уехали на дачу Один раз И другой И не приехали И воскресенья Не были И я Я запретил Обоим приходить Запретил Почему Во-первых Вы не оповестили А во-вторых Вы могли приехать Мы с вами договорились Ребята Не обижайтесь Вы мне очень нужные люди Но у нас это принято Представь Два человека Сразу потеряли А почему Они никуда не ушли Они стали ходить В другие храмы Огорченые конечно были Я говорю Ну вы знали Один раз они так не приходили Я предупредил Второй раз так же было Все Мы не можем расхолаживаться Делай более твердым Своё звание Многие бегут Но один получает награду Не сдавай темпа А не так Что я состарился У меня зубов нету Буду только жевать Колбасу Деливерную Ты должен слова говорить Язык мой Трость скорописца И чего тогда не знал Это опыт Вот я сегодня Не знал ни одного вопроса Который вы зададите Они у меня уже отвечены Одно А другое дело Я должен их помнить А третье Найти подтверждение Священного Писания И дальше Из мировой литературы И проще Это уже дар Божий Я ежедневно тренирую Не желаю тренироваться А Бог так делает Вот ты пришёл Я тебя Не знал Что ты придёшь Так уж договорились На это время сегодня Более твёрдым Потому что это избрание Надо подтвердить Ты меня избрал Докажи это Я своими словами говорю Знаешь Другие скажут Ну и молит тоже у тебя Я на молитве не говорю Но думаю так Господи Ты не ошибка Что меня избрал Понимаешь Вот мы проехали Сколько ездили тут Дальние Только за 4 года Неполных Я пожертвовал книг На 32 миллиона При такой пенсии И где бы мы ни были Бог устилал нам Ассигнациями дорогу Мы только на дорогу За одну поездку 444 тысячи заплатили Только за горющее Понятно А у меня ничего нет Более твёрдым Делать звание Я верю Доверяюсь Богу И мне разницы нет Вот сейчас бы допустим 5 кубометров Ассигнации По 100 долларов Было бы Ну 10 миллиардов Я не понимаю Для меня хоть это Валюта Или это Какие-то отходы бумажные Печку растоплять У меня нет к этому Никакого Никакого нету То есть я знаю Надо экономить Я максимально экономлю Но экономить И найти куда употребить Это не моё Это Бог дал И на этом жизнь заканчивается Вообще понятия не имею Я очень Жена меня зовёт Великий экономист Во всём Я пошёл вчера Я говорю Выйди Она на улицу вышла Смотри мои окна И твои Твои окна горят Раз в пять Ярче моих Какая лампочка Сколько ты сжёшь Вот мы живём С Володей двое И воды тратим Меньше Примера В пять Или в десять раз Меньше Чем ты одна Почему не экономишь Я всё время Долблю и долблю Да чё экономить Вода рядом Так не надо рассуждать Это опыт Навык У нас тут Бумага есть Тарелка И поём Мы обтёрли Бумага там Газета А сверху Такая Бумага чистая Всё положили Вот мы приехали Мне кажется Ещё ни разу Не мыли За два месяца И они чистые Антисанитария Антисанитария Это бактерии А мы Никто не болеет Это и говорит о том Что у нас На сто процентов Всё правильно Удывает человек Только кипячёную воду Только в магазине Купленную Чуть где-то Чё-то хлебнул Пропал А мы раньше Посли Фуражкой Почерпнёшь А там Бухарашек полно Там Коровы пьют Там залазят Поднимешь И она через фуражку Течёт вода Ты попил И всё Мы проехали От Владивостока До Лиссабона И пили сырую воду Везде И никто не заболел Ни мы Ни собака А почему Святая вода У меня котёнок Нынче родился Слепой Совсем Я каждый день Молюсь о котёнке И водой святой Промывая глаза Так он сейчас До того Шустрый До того бегает Это невозможно Глаза такие Красивые Голубые Такие зрачки Откуда взяли Знать не знаю А то он вылезет Тут гнездо у него Сидит Голову опустит И пойдёт Носом ткнётся Опять сидит Не знает куда идти Котёнок И на котёнке Бог показал чудо Делость А где он белый Далёко Володя Ну-ка Дайди его Покажи Ну я смотрю Ваши ролики Про кошек Чудо-Египет Где Володя Вот он где Давай сюда Белый Он лежит Спит Иди сюда Разбуди его Давай Вот он пришёл Вот он Вот он Какой Гляди Гляди Глаза Посмотри Видать Нет Да Да Голубые Голубые Ой А там Сонды Сонды Положи Володя Вот такое чудо Я считаю Что это чудо Написано Праведник Милует И скоты Свои А не так Там А бы как Праведник У себя Не отнесу А миловать Надо Я в воскресенье Иногда уже обед Приду из церкви А потом Ой Я сегодня воробьёв не кормил У меня отходы Я скорее черпаю И бегу Жуланом Иду семищи Горщ семища Каждый А теперь голубей не кормлю Я полез Если лезу туда Скорее Почему В воскресный день Захожу И с голубям Христос воскрес А они вот так голову Сделают Смотрят Ну как вы тут У меня здесь с собой Два голубя Воркуют Всё время Сидят Вот так Дорогой Твёрдым Делай своё звание У меня Тут есть маленький снимок Я батюшке сейчас покажу И ты его увидишь Тоже А как ты увидишь Я не знаю Ну ролик посмотрю Вот смотри Ребёнок один белый Ну ему сколько Тут года два Кочерявый такой А другой Такого же возраста Чёрный Негр А этот Кочерявый Ну русый Кочерявый Ребёнок Сидят на корточках И говорит Тебя что В духовке забыли А который Чёрный Говорит А тебя что Слишком рано Достали Что Это уровень развития Как раз достаточный В духовке Он сделался такой Вообще интересно Второй обряд Сам никогда не сказать Это Не создать такой Это фотография Не рисунок Не ну это Так уже сделали Бонтаж Ну Ну да А почему нет Одинаковые сидят Посадили их Дети Ну они может сидят Но разговор То вообще Ну разговор То ясное дело Что Сторобряться Рассказал Сторобряться Могут на корточки Посадить А вот так сказать Не скажут А почему Потому что Злопамять На каждом слове Никон Алексей Михайлович Пётр Первый У них все вопросы На этом сконцентрированы А злопамять Человек уподобляет Демонам Иоанн Златоуз Весь сказ Ничего не прощается Вот у нас даже есть знакомые Когда-то Чего-то обиделся И уже 27 лет в деревне И все равно Вщущен опять вспоминает Он не может без этого Это природа А это уже есть беснование Ты помни кто ты И тебе ли взыскивать с кого-то Ну как Получился разговор? Прекрасный разговор Просто благословенный Игнать Тихонович Могу только От всей души Поблагодарить вас За эту дивную беседу Сейчас Осталось только Все это взять в ум Помолиться об этом Поразмышлять Спокойно Потому что Все это очень важно Потому что От этого все-таки Зависит в первую очередь Наше спасение Я там об одном вопросе Какой-то бывает Думаю И он известен Я его знаю Толкование А внутри меня Что-то такое Что Что-то еще не открыто Не открыто На сегодняшнюю обстановку Я молюсь А потом раз У меня мысль Опять мелькнула Я говорю Господи Если угодно Открою Вдруг Бог открывает И теперь спрашиваю Даже епископа А как вы узнали У кого считали Нигде не считал А как Понятия не имею Оно высветилось Я взял Скорее записал То есть Господь говорит Жаждущий Приходи ко мне И пей Как сказано 7.37 Евангелия Теана Ищем По текут реки Воды живой Вот и все Ты Богу доверься И что будет Меня один Тоже Когда я там Как на Осипова Там стал говорить А да вы говорите По зависти Что у вас образования Это нет духовного Я говорю У меня другой плюс Мою душу Никто не корежил Что нужно Знать Я у Бога Выпрашивал Я усиленно Выпрашивал Самое Из детства События выходят А теперь Я уже знаю Куда это вывело Господи А как это тогда Можно было узнать Что ты это Стучал ко мне Я разговариваю С Богом Конкретно Вот так Спаси Христос Игнать Тихонович Благодарю вас Сердечно Слава Господу Иисусу Христу Готовь вопросы У тебя вопросы хорошие Спасибо Христос Всем поклон Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому